Всем привет! С вами Светлана Бугелла и добро пожаловать на мой канал! Я продолжаю для вас записывать полезные макияжные видео. Если вы не посмотрели еще предыдущее видео про макияж и силу воли, обязательно это сделайте. В нем я анонсировала, что теперь я буду записывать макияжи хотя бы какой-то период времени и рассказывать о чем-то полезном. Мне кажется, что от этого будут выигрывать все. И я, и вы. Потому что для того, чтобы записывать макияжные видео, мне не только нужно продумать целостный и гармоничный образ, но еще как-нибудь подготовиться к этому видео, что-то посмотреть, что-то почитать. Мне кажется, мы будем развиваться с вами вместе. Сегодня я, например, хочу поговорить с вами об экономии времени, о том, как мы время ценим, поговорить о том, что сегодня это самое ценное время. И завтра еще не наступило. Вчера уже прошло, а сегодня это самое главное, что у нас есть. Ну и, конечно же, я продолжаю демонстрировать вам новинки. Сегодня макияж я выполню в таких очень красивых оттенках. И в качестве двух новых оттенков румян я буду использовать оттенок Desert Rose, Darling Pink, Highlighter Glazed, оттенки теней Mahogon, Лесной Орех Hazelnut и Biscotti. Мне кажется, что получится классный макияж. Ну, а самое главное, то, о чем я сегодня буду говорить. Прежде всего, я хотела вас поблагодарить, что в предыдущем видео вы написали мне очень много комментариев. Для меня так важна обратная связь. К сожалению, у меня пока не было возможности всем вам ответить, но я обязательно это сделаю. Потому что то, насколько тепло вы восприняли идею моих макияжных и обучающих видео, для меня было очень важно. И мне кажется, что современная женщина должна уметь успевать все. И, может быть, мои какие-то полезные советы в плане экономии времени будут вам кстати. Например, то, что я делаю макияж и в это время записываю видео, это уже отличная экономия времени. Потому что я не просто делаю макияж для того, чтобы сделать макияж, а я записываю для вас обучающее видео. То есть вы можете посмотреть, как каждое средство работает на коже. Например, я сейчас нанесла основу под тени, как обычно. В принципе, если вы впервые на моем канале, обязательно просмотрите раздел макияжные, для того, чтобы понимать, какие продукты я демонстрирую. На мне нанесены уже выравнивающие основы под макияж, праймер, тональная основа с увлажняющим фактором в оттенке Ivory 6 и маскирующее средство Deep Ivory. Все эти средства я нанесла, когда выходила из них, для того, чтобы подготовить холст к макияжу. Так вот, идея записывать мои повседневные макияжи и выкладывать их на собственный канал YouTube пришла ко мне, как вы знаете, очень давно. В какой-то момент я осознала, что информации о декоративной косметике компании Mary Kay очень и очень мало. Узнаваемость бренда не такая, как мне бы хотелось. Я поняла, что я в силах это изменить. Но совмещать блогерство и лидерство было очень тяжело. Лидерство является приоритетным для меня. И все, что я делаю второстепенно, является только тем, что будет развивать мой непосредственный бизнес. Я занимаюсь бизнесом с компанией Mary Kay более 10 лет. Вы это знаете, если смотрите мой канал давно. И я поняла, что у меня нет другого времени, как во время, когда я делаю свой обычный макияж записывать видео. И я поняла, что действительно это будет лайфстайл такое видео, когда я делаю тот макияж, который я действительно ношу каждый день. И у меня получилось экономить время. То есть макияж я делала и так, и так бы. А когда я записываю еще на камеру этот макияж, я делюсь своим опытом. Это об экономии времени. Первым делом я взяла скошенную кисть для нанесения акцента. И самый насыщенный оттенок теней махагон. И буду наносить я его в орбитальную часть глазика. То есть в складку века. Очень люблю эту скошенную кисть для нанесения акцента. Потому что она очень классно огибает орбиталь глаза. И ей очень удобно прорисовывать форму. Я стараюсь выполнять простые макияжи. Которые будут подчеркивать мой собственный цвет глаз. Например, мою собственную красоту, мою собственную форму лица и так далее. Я в принципе очень редко записываю макияжные видео. Которые являются фэшн вариантом. Каким-то очень праздничным вариантом. Потому что мне кажется, что все-таки нужно тратить время на то, что люди будут использовать чаще. И такие обычные макияжи, они конечно же будут пользоваться спросом у вас чаще. И я замечаю, что все-таки вы больше времени тратите на просмотры вот таких декоративных тем. Видео на какие-то темы, касающиеся ухода за кожей, набирают намного меньше просмотров. Конечно же, это связано с тем, что мы смотрим такие макияжные видео для того, чтобы тренировать свою насмотренность. Для того, чтобы черпать идеи и вдохновляться. А теперь давайте поговорим с вами о том, как женщина в современном мире может экономить время, которое ей отведено каждый день. Нам отведено одинаковое количество времени. Но очень часто я замечаю, что женщины, у которых очень мало свободного времени, которые являются, например, бизнес-леди, которые работают на серьезных должностях, которые являются многодетными мамами, успевают намного больше, чем девушки, у которых очень много свободного времени. Я беру кисточку в форме карандашика для растушевки, чистую, проверяю, чтобы не было никаких остатков. Связано с тем, что есть такое золотое правило. Если ты хочешь поручить что-то, чтобы это было выполнено очень быстро, то поручи это самому занятому человеку. И он найдет возможность сделать это дело быстрее, чем человеку, которого времени очень-очень много. Почему так происходит? Потому что когда мы находимся с вами в постоянном стрессе, то есть мы понимаем, что нам нужно все успеть, наш организм привык справляться со всеми задачами намного быстрее, нежели когда мы находимся в расслабленном состоянии и понимаем, что, ой, еще куча времени, все успею. Это, например, я могу сказать на выходные. Вот, например, на Новый год я с мужем устроила себе каникулы, такой отток, который мы решили посвятить себе. Мы решили, что в эти выходные, была это, в принципе, выходная рождественская неделя, мы сходим в баню, обязательно посетим какие-то спа-процедуры, будем очень часто посещать тренажерный зал, обязательно сходим на елку, ярмарку. Муж починит кран, который уже очень давно течет, и все никак не хватает на это времени. Ну, в общем, планом у нас на эти выходные было море, и мы решили, что все свои задачи мы выполним в то свободное время, в котором будет море. И что вы думаете? На самом деле мы ни разу не сходили в спортзал, ни разу. Мы не починили кран, ну, муж не починил, но я могу сказать, что это были наши общие планы. И мы не сделали массу всего, не сходили в сауну, не сделали никакие спа-процедуры, мы не сделали массу всего, что мы запланировали, хотя времени было очень много. И вот мы недавно ехали домой и поняли, что, находясь в рабочем режиме, я сейчас наношу оттенок лесной орех на оставшуюся часть яблочка, то есть на подвижное веко. Находясь в рабочем режиме, мы находим время на все. И на уборку квартиры, и на приготовление еды, и на поход в спортзал. Как мы со всем этим справляемся, если когда мы были свободны и выходные, мы этого не сделали? Это ответ на вопрос, что когда организм находится в стрессе, в стрессе, я имею в виду в хорошем смысле слова, он в таком функциональном режиме, мы находим время на все. Именно поэтому я уверена, что каждая девушка может повысить свою продуктивность, если об этом задумается. Например, когда мы делаем несколько дел одновременно. Что я имею в виду? Когда я готовлю кушать или занимаюсь какими-то домашними делами, сейчас набираю оттенок бискоти, я всегда выполняю еще какие-либо бьюти процедуры. Я наношу маску, гелевую маску, биоцеллюлозную маску. Может быть, я прохожу в этот момент процедуру мультимаскинга. То есть я экономлю время на поход к косметологу. Я в это время занимаюсь домашними делами и убиваю несколько зайцев сразу. Когда я занимаюсь домашними делами, я могу в этот момент и поухаживать за телом. Я часто вам рассказываю процедуры для тела, которые я делаю системой бархатной ручки. Во время приготовления еды я стараюсь все запекать. Большую часть продуктов, которые можно запекать, я запекаю. Почему? Потому что, во-первых, это полезно. Не нужно ничего обжаривать, зажаривать. Нет никакой канцерогенной корочки на еде. И в тот момент, когда я запекаю, я, например, запекаю овощи в фольге. Мне не нужно мыть посуду после того, как я, например, отварила свеклу. Когда я запекаю мясо, мне не нужно, например, мыть плиту после того, как я его пожарила. Помимо пользы я еще экономлю время. И одновременно я могу запекать очень много плит. То есть, во время приготовления я тоже очень рационально использую время. Я считаю, что в домашних делах нужно обязательно обзавестись максимум каких-либо научно-технических изобретений для того, чтобы рационально использовать время, которое намного дороже, кстати, стоит, чем эти изобретения техники. Например, я просто не представляю свою жизнь без посудомоечной машины. Понятно, что стиральная машина есть у всех. Но вот посудомоечная машина у меня появилась, ну, наверное, 3 года назад. До этого у меня ее не было. И я не представляю своей жизни без посудомоечной машины. Теперь я наберу оттенок глазурь и немножечко еще этим оттенком хайлайтера проработаю яблочко для того, чтобы макияж глаз выглядел немного объемней. Я собираю посуду в течение дня. Я приготовила завтрак. Мы покушали. Я сложила посудомоечную машину и закрыла ее чашечки, тарелки, все, что использовала для приготовления завтрака. Мы пришли с работы, сложили наши судочки. После того, как мы пообедали, я уже часто вам рассказывала о том, что я готовлю еду и собираю мужу обед и беру с собой. Мы сложили эти все пустые судочки в посудомоечную машину. Дальше я приготовила ужин и мы покушали. И я загрузила посудомоечную машину, загрузила таблеточку, включила кнопочку, открыла кран на воду. Все. Я занимаюсь дальше своими какими-то другими делами. Я не трачу время на то, чтобы я мыла посуду. Я не трачу время на то, чтобы эту посуду перетирать, раскладывать по местам. Да, раскладывать по местам приходится из посудомоечной машины. Но мне кажется, что это происходит намного быстрее, потому что посуда уже сухая, хорошо вымы. Для меня это тоже очень важно. И вы знаете, я заметила, что существенно экономится вода. Если бы я мыла посуду вручную, я бы тратила воды намного-намного больше. Следующее приобретение, которое мы с мужем сделали, это был робот-пылесос. Мы совместно занимаемся домашним хозяйством. В каком-то из видео я вам уже рассказывала, что я готовлю, муж, например, занимается уборкой, и мы таким образом проводим время вместе, общаемся, и когда мы все выполнили, проводим время вместе. Я поняла, что мы можем экономить время на уборке с помощью робота-пылесоса. Очень эффективно убирает. Очень многие думают, что робот-пылесос не справляется с задачами. Я прочесала брови, макияж глаз с помощью теней. У меня уже завершен. Посмотрите, как красиво, благородно все смотрится. Прокрашиваю карандашом блонд. Я поняла, что робот-пылесос очень хорошо будет нам помогать. Он еще у нас функцией влажной уборки, то есть на него надевается такое влажное полотно, заливается водичка, и он еще, помимо того, что пылесосит. Очень хорошо, очень эффективно. Естественно, конечно, в углы он не может попасть, но во все такие легкодоступные участки он очень хорошо проникает. Он еще и выполняет влажную уборку. И может, не нужно бегать по квартире с пылесосом, по всей квартире, а только пропылесосить какие-то углы, а все остальное робот сделает сам. Конечно же, нужно поднять мебель, чтобы он мог выстроить свою траекторию уборки. Я не буду рассказывать вам о механизме работы робота-пылесоса. У нас фирма Xiaomi, и мы очень довольны. Это тоже существенно сэкономило нам время. Следующим пунктом экономии времени является во время того, когда вы занимаетесь какими-то делами, вы можете самообразовываться. Например, когда опять же я готовлю кушать, и у меня работает вытяжка, или когда я занимаюсь в спортивном зале, и мне хочется слушать не то, что показывает по телевизору на фоне, или не ту музыку, которая играет в спортзале на фоне, а мне хочется слушать то, что будет приносить мне пользу. И для этого я приобрела AirPods, беспроводные наушники, но я думаю, что есть не только Apple, есть очень много всяких версий других, более доступных. И вы знаете, с приобретением AirPods у меня существенно вырос уровень мотивации, интеллекта и так далее, потому что не проходит ни дня. Кстати, у меня закончился карандаш, я пропользовалась ним, наверное, месяца два, регулярно, практически каждый день, и вот, наконец-то, он подошел к концу. Я поняла, что я могу наконец-то начать учить английский. Я скачала аудиоуроки и слушаю во время занятия спорта. Я обожаю теперь идти в спортал, потому что понимаю, что у меня есть время самообразовываться. Я ненавидела сушить волосы, потому что я понимала, что бесполезно трачу в этот момент время, а когда появились AirPods, я втыкаю наушники и занимаюсь своими делами, и очень классно, что я слушаю тот контент, который выбираю сама. Очень много я узнала за последнее время, поэтому, наверное, я начала вам рассказывать в своих макияжных видео еще о каких-то других вещах помимо декоративной косметики. Новая черная коричневая тушь. Сейчас я прокрашу реснички, чтобы завершить макияж глаз. Я поняла в какой-то момент, что я уже столько всего узнала, что если не начну с вами делиться, я просто лопну. И мне захотелось вам отдавать ту информацию, которую я владею, потому что скорее всего, может быть, у вас нет времени искать качественный контент, а я уже сделала это за вас, как губка все впитала, все проанализировала и рассказываю свое видение на те или иные вопросы. Мне кажется, что такой формат это просто гениально, потому что макияж макияжем, вы можете наблюдать все действия, которые я выполняю, если вам нужна инструкция о том, что я делаю, вы можете посмотреть все мои предыдущие макияжные ролики. Я думаю, что все, что я делаю, вы уже элементарно все выучили, и если я не буду рассказывать вам что-то еще, то вам просто станет неинтересно. А мне хочется, чтобы мой канал развивался, чтобы нас с вами становилось еще больше, и чтобы пользы мой канал приносил еще больше. Следующий момент, экономия времени это время, которое у нас есть во время маникюра и педикюра. Конечно, в идеале найти тот салон красоты, который может предоставлять вам одновременно две услуги маникюр и педикюр, потому что вы будете экономить в этот момент два часа времени. У меня, к сожалению, это не получается. Я не могу найти одновременно и качественный маникюр, и качественный педикюр, поэтому я хожу к разным людям. Но во время того, как я делаю маникюр и педикюр, я занимаюсь какой-то рассылкой, я пишу посты, я отвечаю на сообщения, и когда наступает момент, когда я уже не могу одной рукой что-то делать, пока мастер работает с другой рукой, я вставляю наушники те же ирподсы, и саморазвиваюсь в этот же момент. Я понимаю, что это ценное время нужно тратить не на болтовню с мастером, а непосредственно на саморазвитие, потому что действительно в современном мире ну очень мало свободного времени. Каждую минуту нужно использовать с максимальной выгодой и пользой для себя. Нужно понимать, что время летит неумолимо, и самое главное успеть. Я часто слышу от девушек, которые у меня спрашивают, а не рано ли мне начинать этой сывороткой пользоваться, или тем или иным кремом, или кремом под глаза. Девушки, главное, чтобы не было поздно. Когда начались какие-то необратимые процессы, это намного сложнее вернуть вспять, нежели предупредить. Я думаю, что вы со мной согласны. Теперь я наберу оттенок хайлайтера глазурь и немного подсвечу все свои выступающие участки. А еще я хотела обратить ваше внимание на одну очень интересную идею, которую я услышала у одного из бизнес-коучей, которых слушала. Теперь я набираю оттеночек дезерт роуз и буду скульптурировать лицо, что в соревнованиях на скорость побеждает человек, который не пробежал на целую минуту или на целый час, или там, например, на 10 минут раньше, или проплыл, или, например, лошади, которые участвуют в скачках. А в основном все решают доли секунды. Победители определяют по фотоснимку для того, чтобы понять, что какая-то десятая тысячная доля секунды, решающая и он стал, например, олимпийским чемпионом. Понимаете? Чтобы быть лучше, чтобы быть эффективнее, чтобы занимать первое место, чтобы получать больше доход, иногда не нужно иметь семь пядей во лбу, иногда не нужно опережать всех максимально, иногда решает одна минута. Поэтому скорость принятия решений сегодня очень важна. Вы можете пропустить звонок, который будет решающим вашей жизни. Когда я поняла, что мне очень важно быстро реагировать, я опять же обзавелась Apple Watch часами, которые синхронизированы с моим телефоном, и я всегда на связи. Если я за рулем, я понимаю, что я не могу рисковать жизнью и лезть в сумочку за телефоном, чтобы ответить, я могу нажать на кнопочку на телефоне и поговорить через часы. когда я, например, делаю макияж или выполняю коррекцию бровей клиентам, я могу опять же отвечать голосом, и я всегда на связи. Потому что очень часто у меня бывали ситуации, когда кто-то из моих клиентов или консультантов написал мне вайбере, а ты в офисе, а я не ответила. И человек подумал, что я не на месте, что я занята и не зашел. В этот момент он зашел в другой магазин, потратил деньги на другие продукты и уже в принципе не зашел ко мне. Поэтому в современном мире очень и очень важно своевременно отвечать на звонки и своевременно реагировать. Это тоже о скорости и о эффективности. И я еще раз повторю, что очень важно использовать научно-технический прогресс. Это касается и декоративной косметики. Например, я очень ценю тот момент, что тональную основу и пудру кстати, я не сказала, что у меня припудрена кожа с помощью прозрачной пудры. Я наношу один раз утром и в течение дня я в принципе не поправляю макияж. С появлением новых румян Chromo Fusion я наношу один раз. Я сейчас на яблочке наношу оттенок Darling Pink. Я наношу румяна один раз и я не поправляю макияж в течение дня. Я только могу поправить макияж губ. А все остальное в макияже у меня остается нетронутым. Я возьму сейчас еще такую большую вуальную кисть и немножечко совсем капелькой прозрачной пудры смикширую всю коррекцию лица. Очень люблю этот прием. Тогда получается такой румянец из-под пудры и получается очень и очень круто. Также смотрите, я в данный момент не зафиксировала брови. Если я оставлю просто прокрашенные брови, вроде как красиво. Если я одену шапку или нечаянно рукой потру лоб, у меня форма бровей потеряется. И я уже буду выглядеть не так свежо, не так эффектно. И поэтому для того, чтобы продлить стойкость и не тратить время на то, чтобы поправлять макияж бровей, я зафиксирую их прозрачным гелем. Можете взять тинт, если ваши брови еще нуждаются в объеме. Я делаю дневной макияж очень простой. Мне хочется в этом видео донести ценность потраченного времени. Когда вы посмотрите это видео и потратите полчаса своего времени, вы поймете, что потратили это время с пользой, потому что очень много интересных идей вы от меня услышали. Я надеюсь, что это так. Теперь я возьму карандашик для губ в оттенке Light Nude. У меня губы покрыты бальзамом для губ. Я не буду его вытирать. Мне хочется, чтобы губы остались увлажненные. Немного пройдусь по контуру. И в качестве губной помады я возьму просто потрясающий оттенок. Называется Midnight Red. Очень красивая губная помада. Бархатная. В таких зимних оттенках. Для ее нанесения мне понадобится кисть для кремовых теней корректора. У меня она немного запачкана в основу по тени. Это абсолютно ничего страшного. Все, что мы наносим на глаза, мы с легкостью можем наносить на губы. Потому что и там, и там кожа очень нежная, лишена сальных желез. И это даже будет очень хорошо. Почему я взяла для нанесения губной помады именно кисть для нанесения кремовых теней корректора? Потому что с помощью этой кисти у меня получится очень легкое нанесение легким тонким слоем. И я не сделаю чересчур драматичную макияжку. Потому что оттенок очень насыщенный и можем переборщить, а вы совсем не любите меня с очень насыщенным оттенком на губах. Итак, Мид Найт Ред с помощью кисти для кремовых теней корректора. И еще очень важно заметить, что так как у меня губы увлажнены предварительным бальзамом помада эта будет смотреться не как матовая, хотя она является матовой губной помадой, а будет немного с влажным финишем. Ну, очень люблю этот оттенок губной помады, особенно в том случае, когда он гармонирует с одеждой. Мне кажется, эта помада смотрится очень благородно, элегантно и женственно. Мне кажется, что у меня получился классный дневной макияж. Этот вариант макияжа можно сделать абсолютно на любой случай. В этот макияж можно добавить черную стрелку, если вы хотите. Можно использовать другой оттенок губной помады. Смысл остается в том, что я делала его базовыми оттенками. Это махагон, лесной орех и бисквит. Мне кажется, что футляр органайзер тоже помогает вам экономить время, потому что когда вы планируете сделать какой-то макияж, вам не нужно тратить время на выбор теней в момент макияжа. А вы можете позаботиться о своем завтрашнем макияже с вечера и сложить свой футляр органайзер. Тратьте время с пользой. Помните, что даже одна минута может так качественно извинить вашу жизнь. А с вами была Светлана Бугела. Огромное спасибо, что смотрите. И пока!